В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Туристический маршрут Серафим Саровский от Тамбова до Сарова появится в России. Весенний призыв начался в апреле, куда отправят служить новобранцев. Тяжелый случай, неделю забор. Замороженные стройки на перекрестке улиц Курчатова и Московской не могут починить. Далее расскажем обо всем подробно. 1 апреля в России начался весенний призыв. По указу президента с апреля по середину июля в строй поставят 147 тысяч новобранцев. В регионе на службу отправится более 3 тысяч призывников. Около 50 из Сарова. Как проходит призыв в нашем городе, расскажем далее. По старым правилам, на срочную службу в рамках весеннего призыва отправят мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Анонсированное ранее изменение нижней и верхней возрастных планок с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет планируют поэтапно начать в России с будущего года. Призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. С 1 апреля вручаются, согласно 53-го федерального закона, повестки. Также обзваниваются ребята по телефону и на сайте госуслуг электронные повестки направляемым. Ребята приходят в назначенный день, в указанный день, проходят медицинскую комиссию полную и проходят на заседание призывной комиссии, которая проходит тоже в здании военного комиссариата. Призывников не будут направлять в горячие точки, в том числе и в зону проведения специальной военной операции, пояснил Роман Сазонов. Больше 550 нижегородцев направят в элитные воинские части. Около 10 будут служить в президентском полку Федеральной службы охраны. Среди них один саровчанин. 100 человек отправятся в Семеновский и Преображенский полки, 250 в ВДВ. 10 нижегородцев отправят в научные роты. Из Сарова в научные роты отобрали сразу 11 человек. После окончания учебы в Сарфатыни, я прошел на работу, и мне пришла повестка. Нам порекомендовали службу в научной роте, в которую мы все подали документы. И теперь проходим медкомиссию для дальнейшего прохождения службы в научной роте. Хотел бы служить в научной роте, так как закончил институт, и хотел бы дальше заниматься наукой. А научный рот как раз предполагает занятия наукой на пользу нашей Родины, для обеспечения ее безопасности. Всего вооруженные силы призовут 147 тысяч человек. В регионе на службу отправятся более 3000 призывников. Около 50 из Сарова. Неделю лежит забор стройки на перекрестке улиц Курчатова и Московской. Ветром ограждение повалило в пятницу 14 апреля. Сейчас доступ на территорию замороженной стройки открыт детям, которые периодически там играют, сообщают местные жители. Непогода рушит хлипкую конструкцию не первый раз. И если раньше была надежда, что стройку закроют и территорию очистят весной следующего года, то теперь пустырь может остаться в заброшенном виде до 2027 года. Застройщики продлили аренду земельного участка под недостроем еще на три года по 58-му федеральному закону. Об этом сообщил депутат Алексей Волгин на странице в соцсети. Публичные слушания по вопросу реновации территории в районе домов по улице Александровича номера 15, 17, 17А и улицы Победы 1, 3, 5 и 7 пройдут в администрации 4 мая в 17 часов. Проект развития территории размещен в холле на первом этаже, а также на странице администрации ВКонтакте. Дополнительную информацию можно получить по номеру 99080. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Налоговые вычеты на образование и медицину увеличила Госдума. Законопроект принят сразу в двух чтениях. Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличилась с 50 до 110 тысяч рублей. Что касается собственного обучения и лечения, в том числе членов семьи, лимит вырос со 120 до 150 тысяч рублей. Проект «Спорт» в каждый двор стартовал в Сарове. Инструкторы Центра внешкольной работы будут проводить занятия на спортивных площадках под открытым небом для всех желающих. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. В площадке проекта спортивный комплекс в сквере 22 микрорайона на перекрестке улиц Садовой и Павлика Морозова. Понедельник, четверг, с 16 до 19 часов. Спортивная игровая площадка на улице Казамазова, 10, вторник, четверг, с 10 до часу. Спортивная игровая площадка на улице Селкино, 20, понедельник, среда, с 9 до 12.00. Занятия бесплатные. Спорт в каждый двор реализуют в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни». 13-я научно-историческая конференция прошла в Сарове. В этом году она приурочена к 120-летию канонизации преподобного Серафима Саровского, а также к 120-летию со дня рождения академика Курчатова. В стенах художественной галереи собралось более 40 ученых, искусствоведов, краеведов и коллекционеров со всей страны. Туристический маршрут «Серафим Саровский» от Тамбова до Сарова появится в России. Маршрут начнется с Мамонтовой пустыни, затем пройдет через Маршанск, Нижний Новгород, Эрзамас и Дивеева. Рассказала на открытии научно-исторической конференции заместитель главы Тамбовской области Евгения Михалина. Хочется сказать большое спасибо главе Тамбовской области Максиму Борисовичу Егорову, потому что действительно по его поручению этот маршрут разработан, и благодаря вам, коллегам, он достаточно быстро воплощается в жизни. Это не может не радовать. Действительно, как говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что нужно всем объединяться, межрегиональное сотрудничество. У нас это с вами прекрасно получается. Надеемся, что уже скоро маршрут будет радовать всех желающих своим появлением. Научно-историческая конференция проходит в 13-й раз. В последний раз в Сарове её проводили в 2018 году. В этом году она приурочена к 120-летию канонизации преподобного Серафима Саровского, а также к 120-летию со дня рождения академика Курчатова. В стенах художественной галереи собралось более 40 учёных, искусствоведов, краеведов и коллекционеров со всей страны. В моём докладе я буду рассказывать о ближней пустыке, как вообще она сложилась, какие там первые были постройки, что и в какое время строили после того, как отца Серафима там уже не было. И, соответственно, соображение о том, что там сейчас стоит. Также в рамках конференции известный краевед и искусствовед из Тамбова Марина Клемкова презентовала свою книгу «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». В её основе архитектурные документы Тамбовского и Саранского архивов. Но главная её особенность в том, что иллюстрации составляют дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Тамбова из частных коллекций. «Открытки очень ценны тем, что они доносят для нас именно архитектурный облик всего комплекса и, собственно, каждого отдельного здания. Поэтому открытки играют огромную роль для сохранения культурного наследия, для реставрации, ну и вообще для представления, какая была строительная техника в этом периоде». По итогам конференции будет издан сборник основных докладов, доступный широкому кругу читателей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Для выпускников в школу наступает горячая пора. Всего через несколько дней стартует череда ЕГЭ, а затем и поступление в институт. Между тем, всё больше ребят выбирают другой путь и уходят в среднее профессиональное образование. Кто-то поступает в колледжи и политехникумы, и училища после 11 класса, а кто-то после 9. Для тех, кто планирует пойти по такому пути, мы расскажем, как поступить в Саровский медицинский колледж. 75 бюджетных мест в этом году откроют в Саровском медицинском колледже по направлению «Сестринское дело». Набирать абитуриентов будут на базе как 9, так и 11 классов. Также можно пойти учиться на специальность «Лечебное дело». На обучение там пока она в небюджетной основе. Документы мы будем принимать также 16 июня. Для того, чтобы подать документы, можно воспользоваться сайтом госуслуг, там персональный модуль организовывается для подачи документов. Можно лично подать документы в колледж. Вступительные испытания, да, у нас проводятся вступительные испытания, поскольку наши специальности подразумевают наличие определенных способностей или психологических качеств. Во время подачи документов будет предложен психологический тест для наших абитуриентов, в результате анализа которого мы сделаем заключение, пригоден данный абитуриент к обучению или нет. Основное условие зачисления – конкурс аттестатов. Будет выстраиваться рейтинг по среднему баллу аттестата, плюс будут учитывать результаты вступительных испытаний. После этого сформируют списки для зачисления. С нового учебного года меняются федеральные и государственные образовательные стандарты. Срок подготовки по специальностям «Сестринское» и «Лечебное дело» будет сокращен ровно на один год. То есть на базе 11 классов студенты будут учиться год и 10 месяцев, на базе 9 классов – 2 года и 10 месяцев. Из стандарта исключили большое количество часов по философии и иностранному языку. Больше внимания теперь будут уделять практической подготовке. Тем более, что к услугам студентов медколледжа теперь новое современное оборудование, отвечающее всем стандартам. Соотношение практической и теоретической подготовки 70 к 30%. Практическая подготовка наших студентов осуществляется на базе клинической больницы 50. И с этого года, 1 сентября, мы открываем подготовку на базе Приволжского окружного медицинского центра. Это будет филиал Саровского медицинского колледжа. Там мы будем также обучать по специальности «Сестринское дело» на базе 11 классов, 25 бюджетных мест. Там практическая подготовка будет осуществляться непосредственно на базах Приволжского окружного центра в клинических больницах центра. У студентов есть возможность освоить не только «Сестринское» или «Лечебное дело». К их услугам дополнительные профессиональные программы – медицинский массаж, косметология и другие. Выпускники активно этим пользуются и вместо одного диплома получают два или три. Также в медколледже действует программа по стипендиальной поддержке студентов и премиальный фонд. Наши студенты не только учатся, но и активно участвуют в жизни города, в жизни Нижегородской области, региона, всего. Подробная информация о поступлении есть на сайте Саровского медицинского колледжа. Кроме того, учебное заведение проведет дни открытых дверей, на которых абитуриенты смогут поближе познакомиться с жизнью медколледжа и пообщаться со студентами. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Тёмные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда свежего урожая вы найдёте в торговом центре «Галактика». С 20 по 23 апреля там проходит медовая феерия. Тёмный гречишный мёд с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванилия. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мёд. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно в горах, он стручковый, они его называют, то он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мёд был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что это не его мёд. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного мёда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового мёда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоит всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 20 по 23 апреля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА